Всем привет! Сейчас будем записывать последний на данный момент видео по карте арена. Соответственно, мы будем делать фаст им за британца. Соответственно, сразу расскажу, что цель фаст им по сути занять карту, занять трелики и на ранней стадии более сильным юнитом, как правило юнитом из замков, либо монахами, постараться выбить вашего оппонента. То есть задача вообще импа, вот то, что мы тратим 1000 и 800 золота, практически в том, чтобы сделать там 1-2 трибучета и от них нельзя было защититься. То есть, чтобы мы могли осаждать вражескую базу издалека, нам не приходилось разминиваться по ресурсам. Соответственно, в целом, билд будет довольно необычный. Вот, до этого мы так еще не играли. Давайте я все сделаю, раз уж мы на паузе. Соответственно, так еще раз мы не играли. Я попробую билд. На самом деле, он такой, должен быть довольно необязательно четкий. То есть, задача фаст импа, там, в зависимости от ситуации, можно сделать его позже, если ваш оппонент вкладывается там в замковую эпоху и так далее. То есть, это очень гибкая стратегия. Ну, и я покажу вот один из вариантов, как это можно делать. Поехали. Лес на стенки, да, все удалил, все освободил, не оленьим. Ой-ой, одни лишние ворота удалили. О, ладно. Не считай, что так было задумано. Ой, и там ворота удалились. Интересно, почему, кстати, все ворота выделились. Я вроде все четко делал на записи, потом будет интересно посмотреть. Так, ну, как всегда, да, выбрал британца, собственно, по двум параметрам. Первое, хорошая экономика, то есть, хорошая экономика на ранней стадии. Второе, это сильный нит в замках, то есть, снайперы, это очень приятный юнит для фаст импа. Плюс у нас сильные требы, если там в какой-то вселенной оппонент тоже апается там в импы, не поздно. Если у вас начинается какой-то треб вар, то в целом у нас всегда есть опция сделать уникальный апгрейд, который имперский, и требами без шансов развалить оппонента. Ну и плюс, да, самое все-таки главное, что сильная эко в начале, потому что мы с вами будем аппаться в феодал с популяцией 21 без луна, скорее всего. Соответственно, сейчас все сделаю, все подготовлю, надо уже подманивать оленей. Да, вообще, если бы я играл бы для себя, я бы точно подманил бы кабанов с помощью скаута. Соответственно, вам я, наверное, такой пример показывать не буду, потому что мало кто будет, скорее всего, так играть в реальной игре. Ну и это не очень популярно. Соответственно, пока занимаемся оленем. Вот здесь вот, кстати, такой момент, давайте нажму паузу, просто буду больше через паузу объяснять. Соответственно, в данный момент я высылаю шестого креста на овцу. Если вы делали четко и в данный момент не подгоняете оленя, то вот этот крест уже должен пойти за кабом. Как раз он приведет к тому моменту, как пять крестов за британца доедет вот эту вот четвертую овцу. Соответственно, я сейчас добавлю шестого на овцу, только потому что я к этому таймингу подвел оленя, и мне, ну, так будет немножко выгоднее. Соответственно, оленя здесь нужно подвести довольно рано, то есть не нужно с этим затягивать, ни в коем случае, потому что билд с популяцией 21 без лума Феодал, он довольно такой четкий, то есть... Он, если вы где-то будете ошибаться в тьме, не получится, вы только не сможете апнуть Феодал. Так, ну, надеюсь, что с этого раза все получится, у меня... Нигде не косякну. Так, ну, встречу, как всегда, на домик. Давайте вот, чтобы не пойду. Нет! Держаться, убивать. Так, теперь, примерно как на Скаут Раша, начинаем добавлять крестов прежде всего не на кусты, а именно на... Именно на еду под ТЦ. Соответственно, ну, давайте еще одного, наверное, не буду добавлять. Или добавить как раз. Да, наверное, давайте еще одного добавлю, проиграю прям жадно, посмотрим, как получится. Наша цель, по сути, апнуться в Феодал Арана, для того, чтобы все фермы, которые мы сделаем, засеять их без хомута. Соответственно, чтобы не сеять ни одной фермочки без хомута. Ну, и чтобы топорик у нас... Чтобы почти всю игру кресты добывали лес с топориком. Так, тут все работает, все просило. Так, вот тут надо, видите, за Кабом. Так, вот этого. Соответственно, ну, видите, два на кусты, считаете, что вот этот новый крест, который вышел, пошел за Кабом, там я ничего не менял. Так, Кабану у меня довольно близко в этой игре. Ну, и все, два последних. Два последних на кусты. И потом, как Поп-19, два последних пойдут на... Дерево. Золото мы пока не добываем. Оно нам не так сильно нужно. Давайте попробую пойти все-таки на второй лес. Наверное, этот билд лучше делать. Хотя нет, давайте с одним лесом поиграем, посмотрим, что получится. С одним лесом должно быть чуть более стабильно. Нет! Не убивайте его! Он нам еще нужен. Кстати, я не нашел двух овец, да? А вон он. Хорошо. Так, вот здесь нужно, чтобы мне хватило сейчас на апп. Я очень надеюсь, что мне хватит. Вроде я все делал четенько, красиво. Еще один оленя встался. И идеально. Как видите, вот... Если бы хоть где-то был бажар тык, то я бы сейчас бы не аппался. Итоги имеем шесть крестов на дереве. Сейчас добавим седьмого-восьмого. Плюс два креста на лес. Семь-восемь. Здесь нужно подогнать оленя. Ну, остальными крестами начинаем жрать. Жрать все там. Соответственно, давайте попробуем вот как сделаем. Мы сейчас на золото с вами не пойдем. На камень... Вообще, в идеале на камень бы отправить, да? Да, ладно, на золото с вами не пойдем. Соответственно, все кресты пока едят еду по ТЦ, а потом в Феодале мы уже более резко раскидаем. И примерно поймем, что, где, сколько нам нужно. Но я постараюсь вам назначить. Сейчас пока этого делать не будем. Должны мы аппнуться для ориентира где-то на 9.40. Все, сейчас ждем апп. Соответственно, как только апнемся. Давайте, как только аппаемся, первые два креста пойдут на камень, потому что нам надо начать добывать камень быстрее. Чтобы потом замки можно было с нами без Айдла. Потом два крестов на золото. То есть крестов на еду мы добавлять не будем в раннем Феоде. Так, нажимаем это и вот это. И сразу начинаем потихоньку делать фермы. Так, у меня тут еще одна овца. Пусть едят. И про домики надо не забывать. Наверное, после вот этого креста следующий построит домик. Да, пошли. Сейчас выходит на камень. То есть здесь Феодалия буду тоже более подробно все описывать, потому что билд, именно тот, что я собираюсь делать, не заканчивается на тьме. Так, в сумме трех крестов туда. Ладно, пусть вот этот крест начинает строить всякое такое. Блин, надо золото еще добыть, да? Ладно, два сюда. Теперь пошли на золото. Помню, что золото здесь тоже будет рабла. Вообще, можно камень, конечно, продать. Прямо, наверное, нет их делать не будем. Так, как только заканчивается еда, делаем фермы. Давайте 1 моно золото. Вот так вот сделаем. Сейчас добавим 3-го, 4-го. Всего 4 оставим на голде. Что, должно все получиться? Наверное, стоит еще где-то одну фермочку будет сделать. Так, пусть еще один этот. Вот туда, миграя. Четвертый туда. Так, у нас всего 7 ферм, надо 8. По-моему, до этого я делал через 8. 8 ферм, почетче рынок. Так, 4 там хватит. Ну, давайте сделаем 8-ю ферму. И дальше пойдем на камушек. Соответственно, сейчас, ну, для ориентира можете смотреть, это, по сути, сейчас тайминг момента, когда вы 26 плюс 2 нажали бы ап. То есть обычные фи, это же где-то 28 плюс 2, то, что мы делали до этого. Соответственно, это где-то популяция 30 в сумме. То есть, если я нажму, вот на вот этом, на следующем кресте бы нажал в ап, то это было бы то же самое, как 28 плюс 2. Но мы сделаем, наверное, плюс 1. Сейчас получится 6 крестов на камне. Да, и нажму ап. Получится 29 плюс 2, но при этом с ранним фиодом и с дополнительными апгрейдами. Смотрите, вообще все получается довольно круто. Мне пока нравится, как все идет. То есть, можно это повторять. Играем, да, в одну лесопилку. Это неплохо. Соответственно, 8 крестов на одной лесопилке работают достаточно эффективно. Как только нажали ап, надо вот тут где-то сразу ап на золото сделать. Единственный феодальный акап, которого у нас нет. А, ну еще нет тачки, но это не так важно. Соответственно, всего я где-то делал, по-моему, 10 ферм. То есть, нужны будут еще фермы. Давайте я вот одним из кустов уже сейчас сделаю. И нужно будет больше крестов на золото. То есть, вот здесь нам на самом деле дерево не нужно. Давайте попробуем двух крестов снимем. Вот прямо вот сейчас. И сделаем ими две фермы. А в замках, соответственно, пойдем... Ну, да, в данной игре я делаю фермы, потому что ближе к золоту очень далеко идти. Так вообще здесь можно бы делать и эти. Здесь можно делать... Выходить ими на золото, а не совсем на еду. Да, возможно, здесь где-то баланс я сейчас не удержу. Ну, соответственно, anyway, даже там проигроки остальные, у них редко бывает здесь идеальный баланс. Тот же Эдди, который набрал 2 500 на арене, он аппался здесь постоянно через продажи ресурсов. То есть, то, что здесь нет баланса, это не очень страшно. Я тоже сказал, это очень не страшно. То есть, главное, чтобы было примерно. Ну, давайте для ориентира у меня 11 ферм. Двое работают на кустах. Ну, я, короче, подозреваю, что золота не хватит, поэтому я сейчас отправлю креста на золото. Вот, видите, еще база немножко неудачная. Камень на бейке. Легче, когда камень где-то вот здесь, вот чтобы замок сразу этими крестами ставить. Поэтому нужно будет взять вот так вот крестов и отправить. Соответственно, в этом билде... Нет, давайте эту штуку делать не будем, закажу тачку. В этом билде у нас с вами будет проблема в камне, то есть мы второй замок поздно поставим. Это не очень хорошо, но и не шибко плохо. Опять же, я уже объясню, почему. Идеально это никто не исполнит, тем более с более-менее неудачной картой. Ну, давайте пятью крестами будем строить замок. По идее, за счет тачки нигде не должно быть... Не должно быть айдла из-за домиков. Соответственно, да, иногда можно там четырьмя крестами с кустов, допустим, строить, оставить на камне. Тогда бы замок второй поставить и пораньше. Можно сыграть агрессивнее, там еще. То есть вот здесь вот все довольно гибко. Делайте так, как вам удобно. Потом примерно про макроплан я расскажу. Соответственно, пилу мы не делаем, потому что аппы нам важнее. И видите, у нас леса дофига. То есть лес очень много скопилось. Да, возможно, даже... Ну... Вот тут надо подумать. Может быть, восемь крестов на лесе это многовато? Возможно, восемь крестов на лесе это многовато. Хотя на самом деле, потом мы лес довольно... Ну, мы лес сможем заюзать. Проблема в том, что именно сейчас... Сейчас его маловато. Ладно, этими крестами давайте вторую шахту. Замки пока ничего не заказываем. В целом, мы вообще зашли леса можем прямо сейчас нажать А. Давайте я 300 продам. Кстати, бот продал лес. Раз, два, три. Так. Сделан небольшой айдл. Нам нужно еще где-то 100 еды. Давайте вот так вот сделаем. И сейчас, по идее, 100 голды должны принести ребята. Да, уже почти. Все, нажали А. По-моему, все очень сильно выглядит. Поп-33, мы уже АПаемся. Соответственно, леса... На лесу у нас сейчас 6 крестов. Да, второй замок я в этом варианте не поставлю. Зато у нас будет много золота. По идее, должен быть хороший продакшн. Давайте я построю так еще одну ферму. Заказываем стрелу и начинаем просто лепить лучников из замка. Соответственно, здесь где-то можно построить монастырь, можно построить универ. То есть, от леса заюзать вариантов очень много. Соответственно, то, что его много, тоже не проблема, потому что добыть вот эти вот 100 еды через лес, это отчасти даже выгоднее, чем добывать его через ферму, потому что ферму нужно построить. Причем добыть 100 еды к определенному таймингу, это две фермы, а не одна ферма. Вот. И тоже менять крестов. Так что, в целом, несмотря на то, что был такой дисбаланс, мы его таким образом заюзали, это неплохо, это нормально. При фастимпе это нормально. Так, в итоге имеем 11 крестов на золоте, 3 на камне, 6 на лесе и 12 ферм. Да, все верно. Соответственно, здесь, на самом деле, ну, фермы нам нужны будут именно для апгрейдов. То есть, по сути, можно где-то здесь построить универ. Ну, давайте раз у нас много леса, построим универ. Наверное, крестами... Крестами с леса опасно. Леса может не хватить. Давайте крестами с золота построим универ. Наша задача, по сути, сделать химию, третью стрелу, и именно уходить в максимальный дамаг. То есть, у нас будет огромный рейндж у лучников, у нас будет высокий урон, и, по идее, с этими лучниками никто не должен справиться. Опять же, 3 креста маловато, можно сделать 5. Ну, и, по сути, сейчас, как только мы апнемся... Как только мы апнемся в ампы, сразу заказываем треп и идем на форвард. Да, еду сохраняем. Сейчас надо будет сделать апгрейд. Короче, примерно для ориентира можете смотреть ап на 22-й минуте. Соответственно, это считается неплохо. Хороший ап. Ну, и сразу поехали. Да, на треп не хватает дерева, лол. Да, вот этот универ был лишний. Соответственно, универа здесь быть не должно. Просто заказываем треп. Давайте сделаем вот так. Соответственно, заказываем треп и идем к врагу. Там скалду потерял. Соответственно, и на данный момент мы имеем сильную армию, которая точно... точно убьет все, что будет у оппонента. Единственное, чем он может законтрить, ну, данные конкретные, именно вот это вот. Да, в чем еще идея? В том, что оппонент не знает, как сильно, во что вы вложитесь. То есть, допустим, если оппонент знает, что мы сделаем именно вот то, что я показываю в этом билдордере, то он может сделать там 3 т.ц. мини-бум и выйти сейчас в коне и, условно, нас встретит там 10 коней и он нас убьет. Ну, предположим. Соответственно, но не знаю, вдруг мы бы сделали бы то же самое, ну, допустим, с одним монастырем, у нас были бы сейчас бы там 5 монков, шло бы то же самое, 5 монков, я бы чуть-чуть бы позже бы оползся бы, шло 5 монков, и здесь бы там 6 крестов строили бы замок. Тогда он со своими 10 конями сделал бы примерно ничего, потому что он подошел бы, там 4 коня бы переконвертилось, и остальные там 9 лучников он убить бы не смог. Даже если бы они были бы на данный момент без третьей стрелы. Соответственно, если же он против фастымпа ставит, ну, против такой более агрессивной стратегии, делает там, допустим, осадку, то за счет того, что я опнулся раньше и делал только лучников, вот эти лучники 5 плюс 5, их нереально убить анаграм при даже более-менее адекватном микроконтроле. То же самое, как если оппонент поставит замок, то тот фи, который предлагаю я, у нас сейчас выйдет 2 треба, и этот замок просто в одно мгновение будет, ну, короче, он будет вытаскивать из него кучу ресурсов, мы займем карту, ну, и, соответственно, сможем уже больше перейти на камень, что-то там сделать и так далее. Соответственно, я считаю, что этот билд более чем приемлемый, вот, то есть он получился хорошо, мы хорошо апнулись, у нас довольно сильная экономика, то есть в целом, то эко, которое у нас на данный момент есть, оно хорошее, у нас есть тачка, у нас есть апна голд, все апы, у нас ферма, мы, по-моему, еще ни разу не пересеивали, вот сейчас, кстати, вот эта вот ферма кончится, можно в данном конкретной ситуации добавить крестов на камень, попытаться добыть где-то камень, можно вот этих крестов сейчас послать на камень, после того, как мы сделаем 2 треба, потому что, по сути, наша задача именно за британца в данном конкретном матчапе против того же Абалгара постараться просто занять карту, то есть занять вот это вот все, не давать ему выходить и попытаться ограничить его место, то есть даже если бы делать каких-то там скирмов, Ограничить его место В целом это все Я надеюсь, что данный урок был для вас полезен Хотя бы для того, чтобы вы посмотрели Как работает билд через пиадал Что он ничуть не медленнее Ничуть не менее эффективный Довольно хороший и интересный билд И сейчас многие топы так играют на арене Соответственно, думаю, что это было интересно, полезно Смотрите, пробуйте, повторяйте Пишите, что как получится